Корректоровка генерального плана Могилёва будет затверждена до конца года. По новому документу участку приватного сектора города, чекая взнос. Работу плануется провести у два этапа и побудовать на месте улазных подворков шмат поверховые домы. Подробности в наступном материале. Зараз корректованный генплан города находится на узгадненне. Докладно, поколь можно говорить про реконструкцию улицы Кирова, что у Ленинским районе областного центра. Завод «Строммаш», где где-то у нас район автовокзала, проезжаем, идет у нас пересечение улицы Крупской с улицей Кирова. На месте приватного сектора плануют побудовать шмат поверховки. Хвалявание мясцовых жахаров можно заразуметь. Во-первых, это все-таки какое-то ограждение от дороги. Во-вторых, это какое-то затишье, что ли, кусочек, и зелень, и все остальное. А когда вы построите высотку, это будет пустырь. Я думаю, что, мне кажется, не будет сноса. Ну, лет через пять, если только будет снос. А так, мне кажется, здесь, так обосновались люди хорошо. Не очень красиво. У нас такой город, что стоит на семи холмах. С любой улицы съезд везде частный сектор. Это сложный вопрос. Я думаю, тут какое-то должно быть обсуждение, какие-то у людей спросить, может быть, что-то. Як поведомили у Махилевским Харвы Конками, проект сноса приватного сектора по улице Кирова плануюсь разбить на два этапа. С 2020 по 2025 ход. По законодательству здесь есть три направления. Или же по заявлению граждан, или же возмещение квартирами, или же жилой дом, предоставление участка, или же денежная компенсация. По словам специалистов, Махилев не может поширать свои границы вокруг Яго высокобальные сельскохосподаршие земли. Там будовать жилье нерационально. Застается только расти у вышиню закон приватного сектора. До слова, например, вот тут, на улице Кирова, на месте этого приватного сектора можно побудовать больше за 105 тысяч квадратных метров жилья. Ганна Лапо, Юра Уласов, Новина Регион.